Трудно поверить, но это не салон красоты, а школьный кабинет. Здесь есть все необходимые инструменты и оборудование, чтобы освоить новые навыки. Так, занимаются с детьми в коррекционной школе в старом городке. Профмарафон – это шесть площадок. На каждой можно чему-нибудь научиться. А дальше вот так вот скручиваем, скручиваем, скручиваем. И вот так вот должно у вас получиться. Возможности здоровья учеников ограничены, а вот их способности в школе стараются развивать. Профессиональным навыкам уделяют особое внимание. Мы все равно ограничиваем ОВЗ, да, и ставим как, ну не как приговор, но все-таки мы ставим в какие-то определенные рамки. А этих рамок нет. Они такие же люди, как и мы все с вами. Вот, они очень многое умеют делать. Они талантливы в своей области. И наша задача нашей школы – этот талант открыть. Репутация специализированной школы-интерната такова, что навстречу ее пожеланиям и запросам идут многие. И местный супермаркет, который бесплатно дает продукты для кулинарных занятий, и депутаты окружного совета, которые помогают учебному заведению и ее особенным воспитанникам. Они, выходя в здоровую жизнь, идут с профессией. И нам, депутатам Одинцовского городского округа, это очень приятно, потому что ребятишки будут заниматься нужным делом, зарабатывать деньги. Они будут нужны нашему обществу. Скоро здесь пройдет еще одна акция – «Город мастеров». Школа пригласит потенциальных работодателей для своих воспитанников. Ожидаются и представители торгово-промышленной палаты и центра занятости. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.